Добрый день, добрый день, дорогие друзья! С вами программа Живое Слово, и мы продолжаем на этой неделе говорить о новом. Вот да, такая тема у нас новая, новая. И сегодня я хочу прочесть вам стих один из книги пророка Исаии, 43 глава, 19 стих. Вот я делаю новое. Ныне же оно явится. Неужели вы и этого не хотите знать? Я проложу дорогу в степи, реки в пустыне. Смотрите, друзья, этот стих начинается очень простыми словами. Бог говорит о себе. Вот я делаю новое. Понимаете, мы иногда так сильно хотим для своей жизни каких-то перемен, мы настолько с ними срастаемся с мыслью о том, что нам нужны какие-то изменения, перемены, что-то нужно новое. И может быть, к слову сказать, сегодня вы смотрите эту программу, и вы также нуждаетесь в новом. Мы начинаем об этом молиться, мы начинаем искать, мы начинаем что-то делать. Но обратите внимание, друзья, как Бог четко разграничил и обозначил все в этом стихе. Он говорит здесь, вот я, не мы, не кто-то еще. Он говорит, сам Бог, я делаю новое. Друзья, ваше новое находится в руках у Бога. Что бы мы с вами не думали, что бы мы с вами не предполагали, как бы мы с вами не хотели и не представляли себе, как это будет происходить, я вам хочу сказать, есть только один, кто знает по-настоящему, какое будет это новое. Этим новым, друзья, это новое творится в руках Бога. И дальше здесь Бог говорит, ныне же оно явится, неужели вы и этого не хотите знать? То, что необходимо человеку понять, наше отношение или наша позиция по отношению к новому, которое творит сегодня Господь, должно быть только одно. Он говорит, неужели вы не хотите знать? Стремиться познать, молиться о том, чтобы Господь действительно открывал нам Его волю и открывал нам то, что Он хочет для нашей жизни. И дальше здесь Бог говорит, друзья, я проложу дорогу в степи, реки в пустыне. И это благословение, мы радуемся, мы говорим, Боже, так здорово, так здорово, но я вам хочу сказать, для того, чтобы мы встретились с Божьей рекой, друзья, в пустыне, для этого необходимо довериться Ему в том, что Он поведет нас в пустыню. Если вы читали внимательно Евангелие от Луки, то после крещения Дух Святой повел Иисуса Христа, как ни странно, не в какое-то благословеннейшее место, а Он повел Его Духом в пустыню, написано, для укрепления. Возможно, сегодня в вашей жизни вы проходите именно эту пустыню. Я вам хочу сказать, Бог обязательно откроет реки в этой пустыне, но где эта река находится, на какой стороне этой пустыни, как далеко она находится от вас, в какую сторону идти. Бог говорит, Он уже сотворил эту реку, нам нужно лишь знать. Поэтому я ободряю вас, молитесь о том, чтобы действительно Господь открывал вам, что делать, в каком направлении двигаться, куда идти. Я вам хочу сказать, друзья, вы, даже если мы не всегда понимаем до конца, и мы знаем, что сделать, у Бога есть этот ответ. И этот ответ обязательно надо открывать тем, которые ищут Его. Оставайтесь с нами, и завтра мы продолжим говорить о новом. Субтитры создавал DimaTorzok